Привет, ютубослушатели! С вами Тарас Юрист на моем канале. Сейчас, на сегодняшний день, очень много вопросов ко мне поступает, и поступало всегда за все эти годы, те вопросы, которые связаны с принудительным исполнением решения суда. То есть, уже вынесено решение суда, и что дальше? Как там действует исполнитель, что происходит, и что он делает, если у человека нету имущества? Кроме того, еще один немаловажный вопрос, тот, что связан с штрафами полиции. Автоматическая фиксация, вы знаете, в Киеве уже заработала. Кроме этой автоматической фиксации, просто бывают штрафы полиции. Поэтому я воспользовался тем, что у меня есть товарищ, он работает исполнителем, частным исполнителем, работает исполнителем в городе Киеве. Я его попросил, он в своем напряженном достаточно графике, выбрал время и записал видео-ответы. У него, кстати, тоже есть свой канал на Ютубе на те вопросы, которые, я считаю, на сегодняшний день действительно актуальны и действительно важны для граждан. Начнем, наверное, со штрафов полиции. Вот какой же срок, в какие сроки вообще с вас могут взыскать данный штраф? Потому что этот вопрос очень часто мне задают. Штраф выписали, а типа я гуляю и ничего в нем, может быть, даже и не будет. Поэтому попрошу Ивана, привет ему большой передаю, пользуясь возможностью, ответить на данный вопрос. Ссылка на его канал, кстати, будет тоже в описании к моему видео. Сможете перейти, посмотреть, у него там есть различные видео. Если вам понравится, подписывайтесь. Привет тебе, Тарас, привет всем твоим зрителям из города Киева. Отвечаю на твой достаточно обширный вопрос. Итак, какие же бывают сроки? Начну со срока предъявления исполнительного документа к исполнению. Начиная с 2016 года, исполнительные документы могут предъявляться к исполнению на протяжении трех лет с момента их выдачи. Кроме тех, где взыскатель государства. Там срок три месяца. Классический пример это постановление о нарушении правил дорожного движения. Кстати, с 1 июня 2020 года заработала автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения. Думаю, штрафов будет очень много. Какая же процедура оплаты таких штрафов? После получения постановления о наложении штрафа у нарушителя есть 10 дней на то, чтобы его обжаловать в суде. Если человек не желает воспользоваться этим правом, то штраф необходимо оплатить. Если нарушение было зафиксировано работниками полиции, то в течение 15 дней. Если в автоматическом режиме, то в течение 30 с момента получения постановления. Если водитель не оплатил или не обжаловал штраф, то постановление направляется к государственному исполнителю для принудительного исполнения и взыскания штрафа уже в двойном размере. Обращаю ваше внимание, что такое постановление может исполнять только государственный исполнитель. И только в том случае, если с момента вынесения постановления до момента его предъявления не прошло 3 месяца. Если этот срок прошел, то такое постановление не принимается исполнителем и возвращается в взыскатель. Если случилась ситуация, что 3 месяца все-таки прошло, но исполнитель таки открыл исполнительное производство, я вижу три варианта ваших дальнейших действий. Идти к начальнику государственной исполнительной службы и просить отменить постановление подчиненного исполнителя. Второй вариант – обжаловать постановление об открытии исполнительного производства в суде. Ну и третий вариант – заплатить. Также хочу попросить Ивана, чтобы он ответил на вопрос, который мне, кстати, тоже очень интересен. Что вообще происходит с должником, если у него нет имущества? Вот так вот долг есть, а имущества нет. Как вообще происходит исполнение решения суда? Что вообще происходит в дальнейшем с человеком? Как с него взыскать то, чего у него нет? И что вообще делает исполнитель? Передаю слово Ивану. Теперь об исполнительных документах о взыскании денежных средств в пользу физических или юридических лиц. Все эти документы, исполнительные листы судов, приказы судов, исполнительные надписи нотариусов могут предъявляться в течение трех лет. При этом, согласно закона, этот срок прерывается предъявлением исполнительного документа к исполнению. И предъявляться он может бесконечное количество раз. Приведу пример. Исполнительный документ был выдан в 2017 году. В 2018 предъявлен к исполнению, но в 2021 государственный или частный исполнитель вернул его взыскателю в связи с отсутствием у должника какого-либо имущества и закрыл производство. И этот трехлетний срок начнет идти с 2021 года, с момента, когда исполнительный документ возвратили взыскателю. Я видел исполнительные документы, которые перепредъявлялись 5-7 раз. Не советую должникам надеяться, что взыскатель забудет предъявить исполнительный документ к исполнению. Три года это очень большой период. Теперь о сроках исполнительного производства. Такие сроки законодательно не установлены. Единственное, что написано в законе, это то, что если транспортное средство должника в течение года с момента объявления его в розыск не разыскано, то исполнительный документ возвращается взыскателю. Во всех остальных случаях исполнитель сам принимает решение, когда же закрывать исполнительное производство. Если у должника ничего нет, то одни исполнители закрывают производство достаточно быстро, а другие кладут его на полку и ждут годами, пока у должника появятся деньги или какое-то имущество. Единой практики по этому поводу нет. Какой же из вариантов лучше для должника? Ведь исполнителя можно подтолкнуть к любому из этих вариантов. На мой взгляд, для должника, у которого ничего нет, лучше, чтобы производство было открыто. Это, наверное, звучит странно, но я попытаюсь объяснить. Дело в том, что при открытии исполнительного производства на имущество должника накладывается арест. А если производство закрывается в связи с отсутствием имущества, то этот арест не снимается. И если исполнительный документ повторно предъявляется к исполнению, то на имущество должника накладывается уже второй арест. Наверное, вы скажете, почему это должно волновать должника, если у него все равно ничего нет? Снова приведу пример. Исполнитель наложил арест на банковскую карту должника на сумму 10 тысяч гривен и возвратил исполнительный документ взыскателю. Арест продолжает висеть, производство закрыто. Через какое-то время взыскатель снова предъявил этот же исполнительный документ к исполнению. И исполнитель снова арестовал счет должника на 10 тысяч гривен. Теперь его счет арестован на 20. Конечно же, это не значит, что должника будет взыскан на 20 тысяч гривен. Его долг как был 10 тысяч, так и остался. И если он найдет эти деньги, то решение будет исполнено. Но арест, который остался по старому исполнительному производству, придется, скорее всего, снимать в судебном порядке. Множественность арестов по одному исполнительному документу – это огромная проблема на сегодняшний день. Поэтому, друзья, бояться открытого производства не стоит. Имея открытое производство, всегда есть шанс урегулировать все и тут же снять арест. Вот вкратце ситуация со сроками исполнения решений. Должникам и взыскателям я желаю побыстрее решить свои финансовые проблемы. Ну а тебе, Тарас, успехов в твоей адвокатской практике и 100% выигранных судов. Если у кого-то есть вопросы ко мне, пишите мне их прямо в ютубе. Я обязательно на них отвечу. На самые распространенные вопросы я уже ответил, записал видео и выложил на своем ютуб-канале. Кому интересно, можете зайти и посмотреть. Пока-пока. Спасибо Ивану за то, что он ответил на мои вопросы. Я надеюсь, друзья, для вас это будет полезным видеороликом. И вы будете знать теперь и понимать, что делать, если вот такая ситуация, что на вас передали дело в исполнительную службу, и у вас нет имущества, либо у вас какие-то штрафы, вопросы с полицией. Подписывайтесь на канал Ивана, ссылочка на него будет в описании. Благодарю за внимание. Пока-пока-пока.